Валерий Кузьмин, директор А.Семкин Валерий Кузьмин, директор А.Семкин Директор А.Семкин Валерий Кузьмин, 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 директор А.Семкин Лайка Каль, поселились в этой комнате. В сферосавхозе от подменного нарковода я прошла путь до научного сотрудника, занимающегося разведением рысей и надавитных собак. И, в принципе, учитывая то, что мы к тому времени жили во Владивостоке, это было где-то в районе часа езды на попутном транспорте, мне приходилось из дома уезжать в 6 утра, приезжать в 9 вечера, не считая забоя, это отдельная песня. Дети у меня были очень самостоятельные и росли самостоятельно. После сферосавхоза я работала совсем недолго в Госкомукологии, как вы знаете, была такая организация. После этого, вернее, как сказать, связано было это с тем, что я охоту управления не согласовала лимиты, потому что я посчитала и получилось у меня что-то они не туда ушли. Охоту управления решила, что со мной надо дружить, а не ссориться и не противостоять, и уговорила меня перейти работать в охоту управления. В охоту управления я 6 лет отработала главным охотоведом края. После этого, в связи со сменой руководителя, который посчитал, что ему достаточно меня одной, а все остальные специалисты могут быть сокращены, я сказала, что я так работать не могу. И подала заявление на увольнение, и работала сначала зампредседателя краевого общества, и с 2002 года, я помню, с октября месяца я была председателем краевого общества охотников и рыболов, которое объединяло 45 юридических лиц, у нас несколько другая система общества была, и 34 тысячи членов. Территория, закрепленная за краевым обществом, на тот момент была где-то 4 и 100, наверное, тысяч миллионов га, это где-то 40% территории края. После краевого общества мне там очень хорошо работалось, я была довольна, потому что у меня был торговый дом охотник, генеральный директор, которым я была, сами понимаете. Холхоз, конечно, большой, выборная должность, какая-то гарантия есть. Но получилось так, что когда в 2008 году на субъекты передали часть полномочий, в крае образовался некий кадровый вакуум и возглавил управление человек, который был, ну, я так одно слово скажу, несколько равнодушен, хотя у него было свое опытное хозяйство. И где-то в феврале, в январе месяце меня пригласил вице-губернатор и сказал, Татьяна Сергеевна, как вы смотрите на то, чтобы вас гладить в субъектах органов. Я сказала, что, Павел Георгиевич, мне так хорошо в краевом обществе, давайте я буду бесплатно работать, так сказать, благотворительностью заниматься, но только не трогайте меня. Он сказал, ну, хорошо, Татьяна Сергеевна, вот если вы отказываетесь, то завтра я назначаю любого, а вы будете с ним работать. После чего я сказала, давайте я подумаю одну ночь. Пришла и говорю, я согласна. Вот с марта месяца 2009 года по февраль, по 31 января 2012 года я была руководителем субъектурового органа. Несмотря на всякие перемены в охотничьем законодательстве, мы ту систему края, которая была создана в 1995 году по закону об аренде охотничьих угодей, мы эту систему сохранили. У нас сохранились 45 юридических лиц, которые вошли в краевое общество, 19 юридических лиц, общественных организаций, которые не вошли в краевое общество. Сохранились бывшие хобзверопромхозы, ну, конечно, не в том объеме 12, которые были раньше, но 4 хобзверопромхоза сохранились, сохранились родовые общины коренных малочисленных народов, сохранились военные охотники. То есть система была сохранена, несмотря ни на какие желания губернатора и Ежеснима поделиться охотничьими годами и порешить некоторые хозяйства на уничтожение. Ну вот, с февраля 2012 года, ну до этого мне неоднократно поступали предложения, включая министерство, но как-то я после беседы с нашим выпускником, я сожалею, что наш выпускник с Антоном Ильиничем Берсиневым, я не принимала такое решение по поводу министерства, но опять же со всякими разными, так сказать, уговорами и долгосрочными я приняла решение переехать в город Москву, в Росохотровалов Союз, и в феврале месяце меня избрали первым заместителем президента, и 21 мая в связи с уходом президента по собственному желанию меня избрали в президентом Росохотрового Союза. Это что касается карьеры. Что касается, так сказать, семейного детей, наверное, детей, так, дети выросли, Сергей Владимирович наш, иногда бывает в телевизоре, кандидат биологических наук, который 26 лет защитил кандидатскую полость, но я благодарна ему за ум, за мудрость и за то, что он, в общем-то, иногда делает мне такие жизненные подсказки, которые я в силу, видимо, своего, так сказать, женской принадлежности никогда бы не надумалась. Юля у меня закончила Дальневосточный госуниверситет, она социальный антрополог, но это такая специальность, вот как вы правильно сказали, любую специальность можно открывать. Она, в принципе, специалист по персоналу, если вот так образно говорить. Сейчас находится в декретном отпуске, у меня есть внучка, которую, не трудно догадаться, как зовут Танюшка, и которой 7 месяцев. Вот, в общем, вот так. Теперь про однофамильцы. Владимир Валерьевич у нас сейчас... То есть он был Ольгинским госпромхозом, главным архитоведом, потом он работал в Институте географии, потом в 96-м году он создал общественную организацию Институт устойчивого природопользования. Это, так сказать, клуб по интересам, но они тоже входили в краевое общество, и, по-моему, сейчас еще входят в краевое общество. У него есть свое охотничье хозяйство площадью 157 тысяч га в Ольгинском районе. И в марте этого года, нет, 12-го года он защитил кандидатскую диссертацию, кандидат географических наук. Он всем передавал привет, пожелал здоровья и счастья. Я говорю, и все. Он говорит, и все. Если есть вопросы, я отвечу. Есть. Есть, пожалуйста. Какие первоочередные задачи ставит сейчас перед собой Росохот Рыболов Союз? Под Вашим руководством? Росохот Рыболов Союз – это, вообще-то, это система. И проблема охотничьего хозяйства страны в том, что тут, там отсутствует полностью система. Потому что у нас, начиная с закона и подзаконных актов, системы нет. Вот если Росохот Рыболов Союз создав такую систему, когда каждый охотник будет знать, что придя в свой первичный коллектив, коллектив будет знать, что придя в районную структуру, а районная структура, придя в региональную, региональную ассоциацию, получит ту помощь и поддержку, то это, можно сказать, что это первоочередная задача ассоциации. Что касается непосредственно членов ассоциации юридических лиц, тут можно спорить. Защищает ассоциация права рядовых членов, не защищает ассоциация права рядовых членов, но мы должны прекрасно понимать. Я перед Валерием Петровичем сниму шляпу, если он мне скажет, а как он видит защиту рядового охотника Центральным управлением ассоциацией? Я считаю, что если у охотника будет возможность отохотиться рядом с домом, если у него будет без проблем закреплена территория, если он будет в своей организации получать юридическую, консультативную и другую помощь, то задача ассоциации... Так, есть еще вопросы? Конечно, забейте, будьте уроны. А, так, это КТФ-ку, а вы не решали, что вы получите. Мы специально на базу едем, чтобы эти вопросы все решить раз и навсегда. Я хочу сказать, что вопросов, конечно, очень много. Я вот сейчас могу честно сказать, что если вы очень внимательно посмотрите основные направления деятельности правительства до 2018 года, то вы там не увидите слов охоты, охотничье хозяйство, сохранение бюро разнообразия, там нас, извините меня, просто нет. Вот отсюда и вопросы все. Хотим мы этого или не хотим? Сейчас в третьем чтении принят закон о расширении прав штатных работников. Ну а никак расширены эти права. Да, штатный работник, после пройдя обучение в субъектовом органе, получит право составить акт, который будет обязательный для чего-то так. Да, единственное, что благо в этом законопроекте, это то, что он получит право проверить документы в охотничьих угодьях. Вот это я считаю благо. Но пока он не будет защищен правилами охоты, что он с лишним оружием может находиться в охотничьих угодьях, пока он не будет защищен социально, потому что у нас даже государственные служащие не защищены, я могу вам привести массу примеров, когда приходится своими деньгами кидать шапку по кругу для того, чтобы нашего выпускника отстоять, которого избили, который был на больничной, который понес сведения тяжести и наказать виновных бывших работников прокуратуры. Мне пришлось лично выложить 100 тысяч адвокату, чтобы он раскрутил вот этот клубок, потому что пробиться по-другому невозможно. Это я о Диме, по-другому, не говорю. Понимаете, в чем дело? То есть наши специалисты, даже государственные, они не защищены. Любой человек, желающий, любой браконьер написал бумагу, что он коррупционер. Все. Любой там написал, что он такой-сякой. Все. У нас госслужба не защищена, а мы хотим штатным работникам дать какие-то права, обязанности, не защитив их. Это тоже очень важный вопрос. Поэтому это все в совокупности надо смотреть. Ну я что могу сказать? Я не из тех, я всегда говорю, я не из тех лягушек, которые в молоке томат.